Мой доклад посвящен применению радиоинтерферометрии в задачах дистанционного сандирования Земли. Но я хочу сразу сказать, что радиоинтерферометрия в радиоастрономии уже используется давным-давно, получены грандиозные успехи, в частности, вы знаете, как его спирт назывался и летал долго-долго, радиоастрономии, там огромные успехи, но фактически идеи те же самые. Дальше, пожалуйста. Вот, собственно, в чем состоит суть радиоинтерферометрии, в частности, для применения к дистанционной Земли. То есть берется несколько пар антонозов, на схеме специально рисунок и две антенны разнесенных, они подаются на комплексный коррелятор. То есть коррелятор – это умножитель плюс интегратор. То есть он измеряет как бы… Эффициент корреляции между излучениями принимаемыми антеннами с базой некой D. Дальше, пожалуйста. Но в результате, уже довольно хорошо показано, что в результате вот таких измерений мы получаем отсчет, так называемой, функции видности. В английском варианте это visibility function. Почему это не корреляционная функция, а visibility function? Потому что она имеет размерность, пропорционально яркость на температуре. Ну что здесь, собственно… Что здесь есть? Как она формируется? То есть, по теореме Бинар-Хинчина, то есть корреляционная функция – это обратная функция корреляционной функции плотности вероятности излучения. То есть, когда мы имеем набор измерений и подразделений… Вот, скажем так, сейчас поясню эту теорию. То есть, мы хотим измерить корреляционную функцию для разных безразмерных расстояний, то есть по иксу и по икрифу, да, деклянды. То есть, она получается в виде интеграла от углового распределения яркостных температур, измеряемого, как фурье преобразования этой функции. Мы тем самым получаем именно корреляционную функцию измеренной или функцию вероятности. Она пропорциональна просто… Это фактически фурье преобразование от углового распределения яркостных температур. Если перейти к сферическим координатам, то она более получает такой удобоваренный вид, где яркостные температуры от направляющих косин, от угловых координат, умноженная на функцию определения диаграммы направленности антенны, ну и дальше тут, собственно, фурье преобразование. Дальше, пожалуйста. Как сформировать технически эти отсчеты функции вероятности для разных баз? Как в радиастрономии принято, например, если мы берем, например, пять таких антенн, разнесенных на такое расстояние, то мы имеем набор всех возможных расстояний, то есть мы имеем набор довольно больших, ну сколько, девяти, имея пять антенн, мы имеем набор из девяти базовых расстояний, на которых мы измеряем самые корреляционные функции или функции видности. Тем самым, имея, скажем, восемь отсчетов по угловым координатам, мы можем остановить обратное, соответственно, распределение арктических температур. Есть в жизни более сложные... Ну вот это одна из организаций, такая вот, просто щелевая антенна, расположена на такое расстояние. Есть более сложные... Вот есть американский обзор военный, где они проанализировали, скажем, если взять, расположить эти антенны на вот такой O-образной или T-образной, то получим набор отсчетов по пространственных частот, вот такой вот, да, сплошная сетка. Если имеем разреженный набор, это надо 150 элементов. Если мы имеем разреженный набор антенн с законом отрасплений примерно таким, то, имея 50 элементов, мы получаем более грубую сетку, но вполне приличную. Можно по кругу расположить, но и по Y-образной в виде, тогда в виде звездочки. И здесь приведены примеры получаемых в результате восстановления изображений при помощи таких измерений. Идеально – это когда там все измерения, то есть вот картина красивая, там чуть хуже. Вот, кстати, Y-образная антенна считается оптимальной, она дает некие промежутственные качества и картинки. Дальше. Ну, как получить обратное… Собственно, вот мы измерили эту функцию видности, или коррекционную функцию с помощью этих антенн, да? То есть можно обратное распределение яркостной температуры получить либо обратное преобразование Фурье, либо путем вращения матриц. То есть если мы представим этот вот тот интеграл, который яркостная температура на некие там весофункции, то мы имеем в виду в такую вот матрицу, можем ее обернуть. Но, конечно, и тот, и другой метод имеют кучу проблем. Фурье преобразование, все знают, если ограничена выборка, там надо ставить фильтры и так далее. Обращение матриц, поскольку размерность матриц получает большая, там тоже свои проблемы. В общем, они примерно, качество их сравним, но в последнее время обработчики склоняются к более какому-то ощущению матриц. Дальше, пожалуйста. Ну и что можно сказать о точности измерений в такой системе? Если мы возьмем классический радион в полной мощности, то его функционная чувствительность пропорциональна измеряемой антеннной температуре плюс температура приемника, деленная на корень из полосы и времени интегрирования. Но если это молитационный радиометр, то здесь еще возникает коэффициент корень из двух, но это не принципиально. Имея корреляционный радиометр, ситуация складывается немножко хуже. Поскольку отсчеты коррелированные мы получаем, то усреднение, интегрирование τ, оно не решает всех проблем, а здесь возникает коэффициент умножен на коэффициент пропорциональное количество временно отсчетов, которые мы будем использовать. Но, к счастью, вот если рассмотреть, вот есть работы, в которых показывают, если взять, скажем, при обратном фурье преобразовать и вести колоколообразную лесовую функцию для сглаживания лепесток боковых, то вот этот коэффициент оказывается как раз пропорционально единиц на корень этих отсчетов, и тогда точность корреляционного диаметра становится сравнимой с точностью, ну, с шумами измерения классического радиометра. Ну, вот, собственно, некая такая теория. Дальше можно дальше. Теперь я немного расскажу, что, собственно, уже сейчас в мире сделано в этом направлении, то есть исторически. Первый эксперимент, в котором были использованы пять антенн, расположены на таком вот расстоянии, в виде… а тут нет фотографий, к сожалению… в виде таких щелевых антенн, он был установлен на самолете в 1993 году. Компания… это, значит, там… уже… в общем, американские друзья полетали на этом самолете и получили очень хорошие картинки по влажности почвы. То есть это был, поскольку A-Bank, где сложно создать большую антенну, то они получили, имея вот такой набор антенн, они получили очень красивые картинки по влажности почвы. То есть это был, собственно, первый эксперимент. Дальше они превратили эту одномерную решетку в двумерную тоже, полетали, все замечательно. Дальше. Ну и, собственно, потом был длительный довольно перерыв эксперимента, и вот уже, ну, все, наверное, знают этот эксперимент, европейский проект СМОС, в котором был установлен радиометр МИРАС, это, собственно, тоже Y-образная система из антенн, расположенная Y-образно, между каждым из элементов был установлен цифровой коррелятор, и вот они это дело… это уже лет, наверное, десять назад было, насколько я понимаю, да? И они получили очень… причем до того… можно следующий слой? А, нет, назад. Во время подготовки было много этих экспериментов на самолетах с аналогичными совершенно радиометрами сделано. Что здесь самое такое важное? Вот получается, что за имея набор коррекционных функций со всех этих вот антенн, мы получаем сразу, путем обращения этих матриц, вот такой вот, как называется, snapshot. То есть вот такую картинку за раз мы получаем, без всякого сканирования, мы получаем вот такую картинку в области пространства, которая ограничилась в основном диаграммой направленности элементарных элементов вот этих вот. То есть это, собственно, преимущество. Система обработки очень сложная получает, поскольку измерения непрямые, тем не менее мы вот сразу получаем без сканирования вот такую картинку. Ну а дальше во время полета вот они формировали вот такие уже доль трасс картинки, то есть эти измерения многие, наверное, здесь использовались ими. Дальше, пожалуйста. Что еще, поскольку… Ну это было вот ЭК-диапазоне. Ну дальше и сейчас развивается очень активное направление установить все-таки эти терадиометы, поскольку он перспективен для водяного пара и всего прочего, все знают, установить на геостационар. То есть, казалось бы, на геостационар поместить антенну, которая бы смотрела на Землю с нужным пространственным разрешением, это почти невозможно. Тем не менее, вот разрабатывается… Пока сейчас разработан, так называемый, демонстратор. Это вот система антенн, работочная на вот этих вот частотах от 50 до 180 ГГц. Она тоже с цифровыми корреляторами. То есть пока антенн немного. То есть это наземный такой демонстратор. То есть в потенциале он должен давать вот сразу вот такую картинку Земли за один кадр. Но пока вот делает вот такие демонстрационные картинки вот человек с чашкой, мы видим его портрет в виде радиоизображения вот такой вот. Это уже работающий такой прототип, как демонстратор его называют, но пока тоже движение довольно медленно дальше движется. Этими же проблемами, скажем, на геостационарах занимаются китайцы. Они предлагают более, так скажем, интересный вариант. То есть они берут кучу рупоров, расположенных по кругу, с неким разным расстоянием, и тоже после всяких корреляционных этих преобработок получали вот такую картинку. Это же очень красиво. Но что здесь еще прельщает в этой системе? Они планируют, поскольку этот диометр калибровать очень сложно, то они планируют пустить сюда еще штангу с черным телом или с зеркалом на космос, которое бы позволяло калибровать эту систему аналогично антоза, SMA и так далее. Ну и такой несколько экзотический эксперимент есть. Ближе к радиоастрономии, для исследования Солнца планируется такой корреляционный радион, в котором две, точнее, четыре штанги, желтенькие, черненькие. И этот сам спутник будет вращаться и формировать вот такую систему этих отсчетов пространствующих часов. Но поскольку Солнце медленно меняется, поэтому такую систему нужно. Для дистанционного зондирования вот более такие перспективные системы. Ну, это все хорошо. У кого-то у нас пока ничего нет. Мы пока занялись моделированием как прочувствовать эту систему, мы попытались просто пока смоделировать. То есть, ну, скажем, была разработана система моделирования вот этих измерений, то есть, скорее, димсерфонических. Вот формировалось некое такое абстрактное более яркость температур, задавалось там некое количество антенн, расположенных U-образно. Это вот, соответственно, программа представляет, это же изображение в угловых координатах, это, получается, действительно мимая часть пространственного спектра, которые, если преобразовать ее с помощью 32-х антенн, это, соответственно, если после обращения уже в яркость температуры, ну и назад я в такую же проекцию из угловых координат в пространство. Дальше. Ну, мы на этой системе попытались оценить влияние, ну, как влияет, скажем, шумоизмерение, в первую очередь, на точность восстановления. То есть мы просто брали вот это исходное изображение, зашумляли его нормальным шумом, это незашумленный результат восстановления, скажем, если мы зашумляем яркость температуры с сигмой 0,5 Кельвина, это с сигмой 3 Кельвина, получается, ну вот до 3 Кельвина мы еще получаем вполне разумное восстановление изображения. То есть, в принципе, система работает. Но здесь я потом скажу дальше. Следующий вопрос. Какую выбрать диаграмму направленности элементарных антенн? Понятно, что если мы возьмем очень узкую диаграмму, то корреляция между измерениями из разных областей бы маленькая. Поэтому, скажем, если взять ширину диаграммы элементарной антенны 45 градусов, то мы получаем вот такой результат восстановления яркостной температуры. Начинаем сужать диаграмму направленности, она начинает зашумляться, потому что у нас уменьшается корреляция между источниками излучения, которые находятся на Земле. Дальше, пожалуйста. Ну и чтобы это была такая абстрактная картинка, мы попытались взять реальную картинку, вот, кстати, она взята со смоса, это яркостная температура, измеренная с помощью смоса в районной талии, и смоделировали ее, соответственно, в угловых координатах, опять же, вот этот спектр пространства, но и результат восстановления. Ну понятно, что реальная картинка менее контрастная, чем та, которая была первая модель, но здесь результат, конечно, похуже получился. Тем не менее, получается довольно неплохо все-таки. Ну, потому что вот видно, да, спектры на ней вырождаются вообще какие-то совершенно... Дальше все на уровне шумов, тут вообще на экране не видно, там есть элементы спектра, но они... Все-таки, чтобы восстановить качественно эту картину, надо правильно обрабатывать... Здесь, да, я забыл сказать, вот этот результат был получен методом обращения матрицы. Надо сказать, что... Вот я вначале уже говорил о точностях, что шумы коррелированные складываются, они не уменьшаются, да? Поэтому здесь надо очень тщательно суммировать излишние эти... Как по-английски... Деридант называется. То есть когда у нас есть базы с одинаковым расстоянием, их надо все предварительно суммировать. Только тогда мы сможем более качественно устанавливать. Это пока предмет дальнейших исследований. Дальше. Ну, что можно сказать об достоинстве недостатков религиозных систем? Достоинство — это высокое пространственное разрешение, при небольших сплошных антеннах тогда, и получая сразу изображение большого области пространства без сканирования. Но как недостаток это все-таки, поскольку эффективная площадь антенн маленькая, шумы возрастают, соответственно, проблемы возникают с шумами. Плюс дополнительная погрешность в становлении акции температуры, поскольку измерения непрямые, а именно обращением либо матрицы, либо фурье обратное преобразование, поэтому тут проблема есть. Ну и немножко еще добавлю, какие могут быть усовершенствования дальше. То есть, в принципе, там, где я показывал, мы получаем сначала картинку всего большого поля, но ее при движении носителя мы можем, во-первых, формально есть такой проект MISAR, MISAR, то есть здесь заложено, то есть есть такое, ну, теоретическое даже обоснование, когда мы берем антенну, типа вот этой, Y-образной или Y-образной, и движемся, и получаем, в результате вот этого, отсчета функций видности, как интеграл уже трехмерный, кроме пространства по двум координатам, еще плюс по времени. То есть обратить такой интеграл, конечно, можно, но там ошибки, соответственно, зарастают просто дико, поэтому, естественно, подходы такие, что сначала разбить на интервалы какие-то, восстановить, потом опять уже усерединить, как независимый отсчет, тогда вроде бы точность должна улучшиться. Следующий слайд. Другое направление развития вот этой системы, которую мы пытаемся реализовать, это все-таки использовать, поскольку корреляторы цифровые используются, то использовать всю информацию, содержащуюся в этих корреляционных измерениях. То есть обычно используется как? Вот мы взяли две антенны, посчитали корреляцию, грубо говоря, и на разных базах это все, потом обратили уже отсчет пространственного спектра в яркой температуре. Но можно, если… Вот в радиастрономии это используется. Если мы используем никакую задержку между двумя каналами, это между двумя антеннами, приборную задержку, то мы получаем измерение с направления под угол. То есть вот эта задержка определяет, соответственно, эффективные угол наблюдения, и, соответственно, база измерения, она отличается от исходной, если мы на дюк смотрим, скажем, ну или внизу смотрим, и от того, что по-другому. То есть мы можем получить набор этих самых отсчетов пространства, числых и функций видности с большей дискретизацией по расстоянию, просто накапливая измерения в нашем корреляторе. Но эта задача вполне решаемая, казалось бы, но там возникает другая проблема дальше. Если посчитать, какие нужны физические задержки между вот этими двумя антеннами, то оказывается, что если мы даже имеем как АЦП с частотой порядка ГГц, что сейчас довольно широко используется, 1-2 ГГц, дальше уже трудно сделать, как АЦП. то здесь, чтобы получить разные базы, нужны задержки ну да, то есть ГГц это 10-9, правильно? Да. То есть здесь задержки нужны порядка 10 на 10-9, то есть нужны уже сверхкороткие задержки, которые, в принципе, оказывается, можно реализовать просто запуская с каким-то другим генератором неким, запускать АЦП. То есть это физически реализуемо. Дальше. Ну и вот, собственно, такой корреляционный радиоум, это сейчас СКБ разрабатывается, к сожалению, из-за финансовых проблем, как у всех, это всё затягивается сильно, поэтому пока мы делаем прожекты, но надеемся когда-то получить всё-таки радиоум такой. Вот, всё. Спасибо. Вопросы? Вопросы? А вот если не синтезировать, а просто как, за счёт движения, что просто дезинозряжение, они поддвинулись и совпали, вот и их врагов... Ну нет, это будет синтез совсем. Это же будет не синтез, а просто синтез меньше, чем дезинфляция. Нет, здесь... Нет, а и... Правильно. Вот в этой системе мы чуть-чуть двинемся, то есть просто она будет там такого размера, просто совсем чуть-чуть. Правильно, это время большое. Почему большое? По сравнению с частотой изводителя... Разбежная матрица и полная. Нет, в сравнении с частотой излучения она большая получается, поэтому она не одновременная получается. Это уже... А время корреляции там? А время корреляции это... Это сейчас скажу, это не скажу. В общем, это порядка... нескольких десятков частот просто. То есть частота... Ну у нас частота, скажем... У него же опасность она низкая, ну, высокая. А тут она... А тут... Там на шумовое. Здесь мы же измеряем шумовое излучение, с сотой доли. Здесь меньше будет. Если, кстати говоря, вот этот вопрос правильный, да. Вот в радиоастрономии, когда есть точный источник, и он никуда там не движется, или, по крайней мере, сверху, там вот это всё хорошо реализуется. По суше нормально. По суше может быть, да. Он не движется. Нет, ну... Тогда источник, эх, носитель должен стоять тоже. И есть такие... Эти самые проекты. Ну, в общем... Вот самый такой продвинутый, вот этот Моушен Индюст, ну, там... Ну, прям парень интегралов, и обратите назад.